Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Менингит – это грозная, забирающая человеческие жизни патология, которая живет и существует вместе с нами и встречается в повседневности. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационная, познавательная телепередача «Семейный доктор». И мы в инфекционной клинике города Алматы, где квалифицированные специалисты расскажут все об этом заболевании, какие методы лечения существуют и профилактики, вы узнаете в нашей программе. Не переключайтесь, будьте с нами. Не ходи без шапки, менингит заработаешь. Кто из нас не слышал подобного от мамы или бабушки? На самом деле механизмы развития этой болезни немного сложнее банальной простуды. О том, что такое менингит, почему он возникает и каким последствиям приводит, должен знать каждый из нас. Мы сейчас в стенах стационарного отделения инфекционной клиники. И рядом со мной врач-инфекционист, который расскажет нам сейчас об отделении. Наше отделение, это второе отделение, развернутое на 20 коек. Здесь лежат больные с различными инфекционными патологиями. Все зависит от сезона, сезонность болезни. Например, если период – это острые кишечные заболевания, то больше здесь лежат больные с кишечной инфекцией, а в осенне-зимний период лежат больные с острыми респираторными заболеваниями. И, возможно, могут быть и среди них менингиты. Ага. Ну вот здесь давайте поподробнее поговорим о менингитах. Вообще, что такое менингит? Менингит – это воспаление мозговых оболочек. Это от греческого перевода «менингс» – это мозговая оболочка. То есть менингит – это воспаление. Клинически мы как проявляем головные боли, упорные головные боли могут быть, тошнота, рвота, повышение температуры. Если менингиальные симптомы положительные, это чисто наши медицинские методы исследования, то мы в дальнейшем уже выполняем свои процедуры. То есть исследуем, обследуем больного, и, естественно, мы его госпитализируем, проводим лечение. Ставим диагноз «менингит». Причинами возникновения менингита могут быть разные инфекции. Наиболее часто встречаемая менингококковая инфекция. Данная инфекция передается воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым путем. Бывают случаи, когда в одной семье заболевают и дети, и родители. Это характеризуется тем, что существует очаговость данной патологии. Для менингококковой инфекции характерно то, что это заболевание чаще встречается у детей. Но это не говорит о том, что взрослые не подвержены, особенно в период, когда идет подъем или пик заболеваемости. Например, вот в 2004 году в городе Алматы и в Казахстане был подъем заболеваемости менингококковой инфекции. Тогда, конечно, мы в своей больнице видели достаточное количество больных с данной инфекцией. И проводили лечение. Для этого заболевания также еще характерно то, что есть сезонность, зимне-весенняя сезонность. Обычно, особенно в теплую зиму, весной, эта инфекция очень широко распространяет, поднимается, подъем заболеваемости идет. Группа повышенного риска заболеваний состоит из молодых мужчин от 20 до 30 лет. Наиболее частыми возбудителями становятся менингококки, пневмококки, гемофильная палочка. Также встречается туберкулезная форма менингита на фоне неправильной терапии туберкулеза. Распространенной причиной развития воспаления мозговых оболочек в данном возрасте считается недостаточность медицинской культуры. Менингиты подразделяются на бактериальные и вирусные. То есть, в зависимости от этиологии, бактериальные менингиты, это могут быть, туда входят менингококковые менингиты, также имеют такое понятие гнойные менингиты. Гнойные менингиты, это первичные бывают, и вторичные гнойные менингиты. Адонтогенные, то есть, когда при заболеваниях зуба, например, больной заболевает, что зубные боли, есть отечность, десень, воспалительный процесс, то, если его не лечить, то через уже каналы проходят в головной мозг, то есть на оболочке головного мозга. И также потом проявляются менингиальные симптомы. Также может быть патогенный менингит. Патогенный – это когда заболевание ушей, там, ушное, среднее ухо может быть. Тогда уже гной, когда переходит в оболочки, воспалительный процесс переходит в оболочки головного мозга. Вирусная, бактериальная форма и туберкулезный менингит – самые распространенные этиологические виды болезни. Помимо вирусов и бактерий, возбудителем могут становиться иные патогенные микроорганизмы и их комбинации. Так выделяют грибковую форму менингита. Менингит может развиваться как осложнение процессов и нарушение неинфекционной этиологии, например, при метастазировании злокачественных опухолей, системных заболеваний, соединительной ткани и тому подобное. У нас были такие случаи, что больные попадают как бы с острой респираторной вирусной инфекцией. Мы их лечим как острой респираторной вирусной инфекцией и через день может поступать как острой респираторной, и внезапно появляется головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь может быть, раздражительность, когда вот эти шумы, это не нравится больным. И тогда мы резко уже смотрим на менингиальные симптомы, определяем менингиальные симптомы. А давайте мы сейчас, можем ли мы увидеть это на, скажем так, живом примере, на пациенте, как вообще выявить первые признаки, каковы менинги-то, да? Давайте посмотрим. Мы определяем симптомы, да? Менингиальные, то, что мы говорили. Мы ставим голову на мою ладонь, лежим свободно, спокойно, да? Вот, как будто все нормально, да? И мне не помогаем. Доводим подбородок до грудины, да? И смотрим еще другие менингиальные симптомы. Это симптом Кернига. Ага, не тянет по позвоночнику? Не болит менинги? Вот такие вот менингиальные симптомы определяем. Может ли, скажем, любой из нас при домашних условиях как-то вот себя проверить? Былательно, конечно, чтобы врач проверял. Если человек обнаруживает у себя головные боли, повышение температуры, тошнота, рвота, да? И вот эта светобоязнь, раздражительность, то, тем не менее, надо быстро обратиться к врачу. Какие последствия могут возникнуть, если вовремя не обратиться за квалифицированной помощью? Ну, во-первых, для самого больного это может быть развиться осложнение. Во-первых, в менингит может перейти потом менингоэнцефалит, да? То есть более такие глубокие, серьезные изменения будут уже в головном мозге. Конечно, такого больного, который дома пролежал, самолечением занимался, только парацетамол, аналгин принимал в течение недели. И уже к нам привозят такого больного без сознания. Конечно, прогноз намного серьезнее в таких случаях. Менингит входит в число наиболее опасных заболеваний головного мозга, вызывая осложнение, провоцируя серьезные нарушения здоровья, стойкую нетрудоспособность нарушения развития. Бактериальный менингит летален примерно в 10% случаев. Смертность при вирусных менингитах, если процесс не переходит в энцефалит, не превышает 1%. Самое частое и относительно безобидное последствие после менингита беспричинные недомогания, слабость, снижение настроения. Он может продолжаться от 3 до 12 месяцев. Мы в реанимационном отделении. Здесь обязательно нужно соблюдать меры безопасности. Сейчас я надену на себя халат. Для начала маску. Одеваю халат. Так как здесь все чисто и стерильно, но и для своей безопасности это в первую очередь. Так как здесь лежат пациенты. Ну все, в принципе, я готов. Сейчас меня ждет врач-реаниматолог, заведующий отделением, который расскажет нам об отделении и о пациентах. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, об отделении реанимации и, конечно же, о пациентах, которые поступают сюда к вам. Так как у нас отделение реанимации интенсивной терапии, самые тяжелые пациенты лежат у нас, лечатся у нас. Потому что менингит протекает очень сложно. Тяжелые больные и течение болезни может протекать от нескольких часов до нескольких недель. То есть осложнение может быть за несколько часов. Поэтому здесь интенсивное круглосуточное наблюдение, интенсивное лечение по мере их тяжести и как протекает по течению. А мы сейчас вообще можем сами посмотреть на пациентов или зайти, поговорить с ними? У них лечебно-охранительный режим, покой. В принципе, в общем, клиника протекает выраженной общей мозговой симптоматикой. То есть головные боли, гиперестезии, они не могут... Их раздражает свет, их раздражает шум. Так что им нужен покой. Заходить и волновать пациента лишний раз нельзя. А как вы выявляете менингит и какие методы диагностики у вас? Мы сейчас можем посмотреть, да, наглядно? Используемые наши аппаратуры, используем еще наше оборудование, оборудование диагностики. И в первую очередь менингит, она выявляется, подтверждается спинномозговой жидкостью. То есть делается люмбальная функция, лабораторно это все подтверждается, то есть считают клеточки, какой она этиологией, насколько она тяжелая, какого происхождения. То есть можно посмотреть, там, бактериального ли она характера, лимфоцитарного на характера. То есть бывают сирозные менингиты, бывают гнойные менингиты, и это все статологически, это все подтверждается. Реанимация и сенсионная терапия оборудованы новейшими технологиями, то есть у нас есть помощники, как искусственная вентиляция легких, есть оборудование, как рентгенаппарат на месте, то есть наши помощники, мониторы прикроватные, круглосуточные, то есть они тоже помощники. Основным вопросом для нас является вопрос лечения и профилактики. Лечение зависит от возбудителя, то есть это противогрибковое, противобактериальное, антибактериальное, противовирусное лечение, соответственно. При воспалении головного мозга происходит отек головного мозга, то есть мы лечение более целенаправленно направляем на дегидратацию, то есть снимаем отек головного мозга. У нас противотечные, если больной в шоковом состоянии, противошоковая терапия обязательно, то есть у нас привлекаем гормональные препараты. Если человек в крайне тяжелом состоянии, с уменьшением дыхания, с нарушением гемодинамики, тут мы подключаем уже наши аппаратуры к искусственной вентиляции легких. Подбираем режимы, соответственно, чтобы восполнить, поддерживать его витальные функции, то есть подключаем вазопрессоры, все берем на себя, то есть и гемодинамику круглосуточно наблюдаем и берем под контроль и дыхание. Ну, допустим, относительно мегококковой инфекции нужно помнить о том, что, во-первых, чаще всего эта инфекция встречается в коллективах, в организованных коллективах, допустим, в детских садиках, в школах-интернатах, в общежитиях, в казармах, то есть где есть большое скопление, причем молодых людей. Поэтому нужно как можно чаще проветривать эти помещения. Потом нужно сделать, чтобы, в общем-то, большой скученности не было в закрытом помещении. То есть вот эти группы или там, да, группы или там какие-то коллективы, чтобы они были, меньшее количество людей было, чтобы классы не были переполнены, чтобы группы детских, детских садиков тоже не были переполнены. И чтобы чаще проветривали, особенно вот зимний, весенний период. Населению, конечно, нужно заниматься укреплением своего здоровья, правильный образ жизни, закаливание должно быть, да. Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, и лечить голову, не думая о всем организме. Поистине человеческий организм уникален в своем роде. И он выполняет огромную функцию на протяжении всей нашей жизни, поддерживая нас. Чтобы не заразиться менингитом и не заболеть им, нужно просто вести здоровый образ жизни и придерживаться рекомендациям врачей. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!